Ребята, всем привет! И с вами Промывка Мозгов. Как надо понимать текущие политические и общественные события? Сегодня мы поговорим про Алексея Навального. Почему про него? Потому что странно было бы не говорить про этого человека, который был рожден интернетом, интернет его возвеличил, и сейчас на него его хомячки просто молятся, как на самого честного, самого порядочного человека. Отдельно хотелось бы сказать про ту систему сбора денежных средств, которая была организована его штабом. Вот сейчас идет компания, его выдвинули в мэры Москвы, и они собирают деньги простых граждан, о этом везде говорят. И многие удивляются, а кто-то даже недоумевает, как это могут деньги ему отсылать. Навальный – это интернет. Навальный – это человек, который придумал гениальную схему. Люди по натуре своей нетрусливые, неактивные и боятся где-то активно выступать. Ну, то есть я могу это одобрить в интернете, да, а на улице я там промолчу. И здесь они просто решили, что человек борется, и почему бы не дать ему на борьбу с этим режимом, кто там 100 рублей, кто 200. А помимо того, что это шлют простые менеджеры, да, там, либо какие-то там журналисты, либо же, ну, те люди, которые там максимум получают до 40-50 тысяч рублей, класс, который его поддерживает – это мелкая, средняя, ну, и где-то часть даже крупной буржуазии, которым он приятен. Это не какой-то удальцов, это не какой-то там из старых там ампилов, зюганов. Это человек, который всем своим видом показывает, что будет продолжаться курс на дальнейший, дальнейший либерально-буржуазный курс в стране. К тому же он парень симпатичный, хоть и женатый. Я убежден, что есть и группа каких-то поклонниц, которые также переводами эти. Но самое интересное, что переводы могут осуществлять пользователи, которые находятся в Западной Европе, в Америке, ну, и в других странах, на других континентах. Я, конечно, не верю в теорию заговора, но если проследить, кому выгоден проект Навальный, то я схожусь во мнении, что действительно часть каких-то организаций, каких-то буферных таких непосредственных, которые принадлежат каким-то элитам на Западе, но часть этих организаций заинтересована, чтобы у нас в России был такой человек. Я думаю, что часть денежных средств и оттуда поступает. На сегодняшний день, как заявляют сторонники Алексея Навального, они собрали 29 миллионов рублей, но это практически без малого 1 миллион долларов. И если проследить в интернете за его компанией, видно, что они компанию денег не жалеют. Теперь давайте раскроем секрет этой системы. Он понял, что такое принцип плеча. На финансовом рынке, на которых торговал Алексей Навальный, он как миноритарный акционер троллил крупные наши государственные, частные государственные компании. На финансовом рынке есть такое понятие, как плечо. То есть, когда человек покупает за 1 рубль тот актив, который стоит 100 рублей. Вот 1 рубль у него есть, он приходит и покупает актив за 100 рублей. То есть, покупает с плечом. И вот этот принцип плеча он решил использовать в интернете. Он понимает, что он один, может привлечь огромную кучу людей. И эти люди, он как бы им продает идею, и эти люди его кредитуют. То есть, те деньги, которые ему сейчас пересылают, это кредит доверия. То есть, они же понимают, что эти деньги ему не вернутся. И они его кредитуют. То есть, Навального можно сравнить с фьючерсом на доверие российских граждан. Все остальные старые школы нужно брать с него примеры. Он первым начал использовать ЖЖ как инструмент агитации. По сути, ЖЖ его превратился в отдельные СМИ. Он стал активно продвигаться в других социальных сетях. Поэтому Леша молодец, я им восхищаюсь. Если он увидит это видео, пусть поставит репост, ретвит. И пусть другие люди порадуются. Ребята, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и следите за новым видео.